Вчера был интересный день, а в плане каком? Вчера было ровно 484 года, то есть с 1536 года, как Уильям Тиндейл был убит. Я не знаю, слышали вы такого человека или нет, но за что был убит Уильям Тиндейл? Его привязали к столбу, веревкой сначала задушили, а потом сожгли за то, что он перевел Библию на обычный английский язык. До этого Библия была только на латыни, ну и на языках оригинала, на греческом, еврейском. Тиндейл перевел Библию на английский язык, чтобы Библию могли читать и понимать простые люди. Последние слова Уильяма Тиндейла были такие, «Господь, открой глаза королю Англии». Тиндейла осудили как еретикан, но уже через два года король Англии, Генри VIII, распорядился, чтобы новый перевод Библии, в большей степени основанный на переводе Уильяма Тиндейла, был использован во всех церквях королевства. Слово Божие начало действовать, и оно начало действовать именно на короля даже Англии. И у нас с вами есть огромные привилегии, друзья. Я к чему это все говорю? У нас есть огромные привилегии брать Слово Божие и читать его на родном, понятном нам языке, и мы можем находить так много полезного. И самое главное, мы можем видеть, что Сам Господь говорит через Своё Слово. Я хочу сегодня с вами разобрать один текст из Евангелия от Марка. Евангелия от Марка, 9 глава. Мы будем разбирать тот раздел, когда Христос основную часть своего времени уже начинает посвящать 12 ученикам. Если вы когда-нибудь читали Евангелие целиком, то вы знаете, что Христос изначально пришел в Иерусалим, Он там был, потом Он ушел в Галилею и долгое время был в Галилее, и Он служил людям в Галилее, исцелял больных, проповедовал очень много. Но ближе к своему распятию Христос со своими учениками ушел. Ушел в удаленные места, чтобы там быть и чтобы наставлять учеников. Он знал, что Ему предстоит скоро уйти, и это последнее время Он хотел провести больше с учениками. Христос уже начал им открывать, что Ему предстоит быть отвержено старейшинами, что Ему предстоит быть униженным, что Ему предстоит пострадать, умереть и потом воскреснуть. И в это время Христос начинает преподавать ученикам очень важные и серьезные уроки. Я всегда это представлю таким образом, когда человек собирается уйти куда-то надолго или насовсем. Представь себе умирающего человека. Когда человек умирает, то его не волнуют какие-то неважные дела, знаете, его не волнуют какие-то мелочные вопросы, которые очень часто нас захватывают здесь на земле. В конце жизни или, может быть, перед какой-то далекой поездкой, когда люди расстаются надолго или навсегда, люди не говорят о ненужном. Христос готовится уходить, и Он хочет донести до учеников Своих что-то очень важное, очень серьезные уроки. И я хочу с вами разобрать один из этих уроков. Конечно, много уроков можно найти даже в Евангелии от Марка, а если взять все четыре Евангелия, то мы можем много уроков найти. Я хочу с вами сегодня разобрать один важнейший урок, который Христос преподал ученикам, и который, по милости Божией, дошел до нас, чтобы мы могли тоже усвоить этот урок. Давайте мы с вами прочитаем из Евангелия от Марка с 9 главы, с 38 стиха и до конца главы. Будем читать с 38 стиха, 9 главу Евангелия от Марка. «При всем Иоанн сказал, «Учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами. И запретили ему, потому что не ходит за нами. Иисус сказал, «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня, ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю, вам не потеряет награды своей, а кто соблазнит одного из малых, сих верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновый камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее, лучше тебе с двумя, лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену в огонь неугасимый, где червь их не умирает, и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее, лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть вверженным гиену в огонь неугасимый, где червь их не умирает, и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его, «Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть вверженным в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собой». В параллельном тексте, в Матфея 18 главе, в 7 стихе, Христос во время этого же урока говорит очень отрезвляюще и в тот же момент даже пугающе слова. Он говорит «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Интересно, этими словами Христос говорит, что соблазны обязательно будут. «Мы никуда от соблазнов не убежим, но горе». Послушайте, горе говорит Христос тому человеку, через которого эти соблазны приходят. И, кстати, стоит сразу отметить, что Христос здесь не говорит о неверующих людях. Христос не говорит о соблазнах для неверующих людей. Он говорит о соблазнах верующих людей. Посмотрите еще раз на 42 стих, который мы с вами прочитали, где Христос говорит «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня? Тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновый камень на шею и бросили его в море». Буквально Христос говорит, что тому человеку, через которого приходят соблазны, было бы лучше, если бы ему сейчас же, то есть в тот момент, когда он собирается стать соблазном для кого-то, было бы лучше, если бы в этот же момент взяли огромный камень. И, кстати, жерновый камень – это не какой-то маленький, знаете, бывают такие ручные жернова, когда там крутят камушек сверху. Здесь говорится о камне, который вращал огромное животное. Обычно мулли, ослы редко, да, большое животное типа быка. Вот этот огромный камень, его невозможно было руками свернуть. И Христос говорит, вот лучше было бы человеку, взяли огромный вот этот камень, повесили бы ему на шею и бросили его в море. Ему было бы лучше в тот момент. Почему? Да потому что стать соблазном для кого-то гораздо страшнее, чем потонуть в море на тот момент. И Бог очень серьезно спросит того, кто послужил соблазном его детям. Хочу сразу же немного пояснить, что значит слово «соблазн». Слово «соблазн» в английском звучит немного понятнее, оно звучит больше как «stumbling block». Может быть, знаете, да, такое «offence», «stumbling block». Буквально это слово обозначает расставить ловушку, или еще точнее, слово «соблазн» буквально «палка», которую ставили, знаете, «trap» или «ловушка». Когда ее ставят, ставят палку такую, к ней привязывают там наживку, и когда животное забегает, оно хватает наживку, и срывает эту палку, и закрывается ловушка. То есть буквально эта палка – это соблазн по-гречески «скандалон» или «stumbling block». Но переносно это слово стало служить преткновением или препятствием чего-то, спотыкаться об него. И вот здесь вот как раз мы с вами изучаем, что же такое соблазн. И прежде чем мы приступим к изучению этого текста, я просто хочу сказать, что человек может стать соблазном четырьмя способами. Через прямое искушение ко греху, когда человек кого-то соблазняет к какому-то греху и призывает открыто не повиноваться Божьим заповедям, призывает нарушать их. Человек становится соблазном для другого человека. Этому есть много примеров в Писании Ветхом и в Новом Завете. Но человек также может стать соблазном через косвенное искушение, когда кто-то кого-то раздражает или, например, вводит в грех через стремление вызвать или зависть, или гнев, или еще что-то. Ну, один из примеров из Писания, Ефесянам 6 глава 4 стих, где апостол Павел пишет, «Отцы, не раздражайте детей», или буквально «не становитесь соблазном для своих детей». Человек может стать соблазном через свой греховный пример. И один из примеров такого соблазна – это когда человек, например, неправильно пользуется своей свободой. Послание к римлянам, 14 глава, мы чуть позже будем ее читать тоже, но говорит об этом. И еще один способ, как человек может становиться соблазном – это своим безразличием. Когда человек не призывает к святости, не призывает к праведности, он просто безразличен к другим верующим. И посланник Евреям говорит, 10 глава, интересно, 10 глава посланника Евреям, 24-25 стих говорит, «Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и к добрым делам. И не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривать и приближение дня онова». Итак, как бы разные способы, как человек может послужить соблазном для другого человека. Но давайте теперь посмотрим на урок, который Христос преподает своим ученикам. И в котором как раз Христос говорит, а какие же соблазны могут нас подстерегать. Он говорил это ученикам. Но как вывод или как применение этого урока, мы можем их переносить, эти уроки, на себя и смотреть, какие же соблазны могут нас подстерегать. И первый соблазн, о котором Христос здесь говорит, первая ловушка или сеть, это соблазн исключительности, я его назвал. Соблазн исключительности. Посмотрите снова на 38 стих. Интересно, Иоанн здесь говорит. Иоанн сказал, учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами. Иоанн. Если вы помните, кто такой Иоанн, Иоанна Христос назвал одним из сыновей Громовых. Иоанн и Иаков, два сына Громовых. Почему они были Громовые? Потому что они были как Гром. Интересно, что сразу же за этим событием, его нет в Евангелии от Марка, но он есть в Евангелии от Луки, в параллельном Евангелии, описывается событие, которое произошло сразу же, буквально за этим, в Луке, в 9 главе. Событие, в котором Иоанн снова отличается. Я подумал, что интересно, чтобы показать просто характер Иоанна, какой он был. Смотрите. Иисус посылает вестников перед лицом своим, Луки 9 глава 52 стих. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него, то есть для Христа, приготовить еды. Но там не приняли его, не приняли Христа, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Ведь это ученики его, Иоанг и Филиан сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба истребил этих всех людей, Самарян, как Иоанн, как Иоанн сделал. Но Христос, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа? Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Я не знаю, если вы когда-либо читали послание апостола Иоанна, Евангелия, Иоанна Откровения, то его очень часто называют Иоанн Апостол Любви. Он очень много пишет о любви. Он пишет о любви братья друг о другу. То вот эти вот слова, когда вы читаете Иоанн, который там всех порубить, всех попалить, как-то не сходится с апостолом любви. Что-то Иоанн какой-то здесь не такой. Это тем, кем был Иоанн изначально. И только благодаря милости Божьей благодати он изменился и стал действительно апостолом, который много говорил о любви. Но на тот момент характер Иоанна был идти, махать шашкой. Но возвращаясь к нашему тексту, к 9 главе Евангелия от Марка, после того, как Иисус преподает ученикам урок смирения. Если вы чуть-чуть посмотрите раньше 38 стиха, что когда Христос шел с учениками, они шли и дорогу рассуждали о том, кто из них больше. И они приходят в дом, и Христос говорит, ученики, дорогие, о чем это вы рассуждали дорогою? Им стало стыдно, они молчали, ничего не говорили на тот момент. Христос, конечно, знал, о чем они говорили. И Христос показывает им урок. Он берет дитя, поставит перед ними и говорит, вот если вы не умолитесь, как это дитя. Вернее, он говорит, кто принимает этого дитя во имя мое, тот принимает меня. Кто меня принимает, тот не меня принимает, но пославшего меня. То есть Христос преподает им урок смирения. И тут Иоанн, как бы при этом, напиши, читаем, да, в 38 стихе, при этом Иоанн как бы желает то ли оправдаться, то ли найти что-то, что они сделали правильно, вдруг вспоминает о событии, которые даже неизвестны, когда происходило. Не знаем, с кем оно происходило, когда происходило. Может быть, с одним из 70 учеников, которые когда-то Христос посылал в Луке 10 главы, мы читаем об этом. Вдруг Иоанн говорит, учитель, вот мы видели этого человека, который именем твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами. И отметьте, Иоанн говорит, он не ходит за тобой, он так не сказал, он говорит, он не ходит за нами. И мы, кстати, опять неизвестно, кто мы, или же это все ученики, или же это опять два брата Громовы. Он говорит, и мы запретили ему. Потому что он не принадлежит к нам, он не ходит за нами. Похоже, то, что этот человек не ходил за ними, задевал их больше всего. Именно поэтому они готовы были запрещать абсолютно все этому человеку. Никаких тебе дел. Даже те дела, которые сам Христос назвал чудом. Кстати, друзья, здесь важно отметить одну деталь, что этот человек не был похож на снов скевы. Может быть, вы читали в книге «Деяния апостолов», в 19 главе, описываются такие люди. 19 глава «Деяния», с 13 стиха мы читаем. «Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника скевы. Но злой дух сказал в ответ, «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, которым был злой дух, и одолев, и взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. То есть, вот этот человек, который ходил и изгонял бесов, не был похож на этих сынов скевы. То есть, мы и здесь видим, что происходило реальное чудо. Именно поэтому Иисус сказал им, «Не запрещайте Ему, ибо никто, сотворивший чудо, именно чудо, то есть из знания беса – это реально чудо, именем Моим не может вскоре злословить Меня». Интересно, что дальше идут слова, которые очень часто верующие склонны забывать. Смотрите, что говорит Христос. «Ибо кто не против вас, тот за вас». У учеников в тот момент возникло ощущение своей превосходности или, можно так сказать, своей уникальности. По-другому я назвал это, что они впали в соблазн или в ловушку своей исключительности. Они стали думать, что если кто-то не принадлежит к нашей группе, если кто-то не принадлежит вот к нам сюда, если кто-то не ходит с нами, то этот человек не может иметь ничего общего с ними. Друзья, как часто сегодня христиане впадают в похожий соблазн. Они играют по-другому. Они поют по-другому. Они что-то понимают по-другому. Мы ничего не хотим иметь с ними общего. И здесь, конечно же, стоит отметить обязательно, что если люди искажают Писание, что если люди искажают Евангелие, Евангелие, если это лжеучители, то такие люди никаким образом не со Христом. Они не подчиняют себя Его Слову. И мы можем вполне точно сказать, что эти люди не за нас. Но с другой стороны, если люди понимают что-то по-другому, или если они где-то делают что-то по-другому, это не делает их нашими противниками. Это не значит, что мы будем с ними прям все абсолютно делать. Но это не делает их нашими врагами. Они могут тоже верить в Иисуса Христа. Они также исповедуют Его своим Господом и Спасителем. Они также могут быть Его детьми. Как же мы можем быть против них? Поэтому я бы очень хотел посоветовать, что нам нужно опасаться, как здесь Христос говорит, опасаться впасть вот в эту ловушку исключительности или соблазна исключительности. Потому что таким образом мы можем послужить соблазном для других людей. А в этом случае я хочу снова напомнить тот 42-й стих, который Христос сказал, что кто соблазнит одного из малых сих, и так далее. Тому было бы лучше. Очень серьезное напоминание. Но есть еще один соблазн, который может подстерегать нас. Еще один серьезный соблазн, это соблазн бездействия. Посмотрите снова на 41-й стих. 41-й стих. Христос, продолжая свою речь, говорит, «И кто напоит вас, чаши воды во имя Мое? Потому что вы Христовы, истинно, говорю вам, не потеряет награды своей». Друзья, очень часто люди, читая этот стих, могут впасть в две крайности. Одна крайность – пытаться что-то заслужить своими делами. «Я пойду и буду делать своими делами, я хочу заработать награду». Или другая крайность. Говорите, что «А, мне ничего не нужно, мне не нужна никакая награда, мне бы просто дойти до небес, а там бы хоть на последней лавочке». Я не знаю, может быть, вы слышите такое выражение, да? Люди говорят, «Мне главное бы туда втиснуться, в царствие Божие, мне награда никакая не нужна, мне бы просто на последней лавочке сесть». Но это абсолютно неверное мышление. И то, и другое. Это две крайности, о которых Христос здесь говорит, что они никаким образом не могут нам помогать. Кстати, когда мы разбирали этот текст у себя на группе, мы заговорили о награде, и нам пришлось целую отдельную группу сделать о том, а что же за награда нас ожидает. Я сейчас не буду об этом здесь говорить, но мы действительно стремимся к тому, чтобы получить награду. Мы хотим, чтобы Христос вознаградил нас, чтобы на том брачном пире Агнца или Христа и его невесты, церкви, где будут вручаться венцы, чтобы мы не оказались, как те люди, о которых апостол Павел пишет в третьей главе первого послания Коринфянам, что все, что они делали, все их дела сгорят. Он говорит, впрочем, они спасутся, но все дела их сгорят. Никакой награды у них не будет. Но давайте все-таки посмотрим, о чем говорит этот текст. В этом стихе Иисус говорит, что если кто-то сделает его ученикам, даже самое незаметное дело, как просто подать чашу холодной воды во имя Христа. Но дальше Христос говорит, с какими мотивами человек это делает. Он говорит, если кто-то подаст чашу холодной воды во имя Христа, почему? Потому что эти ученики Христовы, потому что они ученики Христовы. Он говорит, то такой человек не потеряет награды своей. Отметьте, что здесь не говорится, что если бы кто-то пошел и начал всем раздавать чашу холодной воды, или по-другому просто пошел и начал бы делать добрые дела, то такой человек получит награду. Нет, здесь также не говорится, что если человек будет просто делать людям что-то доброе во имя Христа, то такой человек получит награду. Интересно, что сейчас существует довольно-таки много призывов. Я недавно читал об одной женщине, которая пошла, она говорит, ну и начала кормить голодных. Кормить голодных и делать добро. Да не просто голодных, а бездомных. И когда корреспонденты стали у нее спрашивать, а почему ты это делаешь, ради чего? Она говорит, ну, я вообще не церковный человек, я в церковь не хожу, я просто люблю этих людей, я просто верующее, делаю это во имя Божье. Но, друзья, вот этот конкретный текст, этот текст говорит о том, что Бог отмечает и вознаграждает то, что сделано его людям, его детям, ради него самого. И награда будет не от того, что мы заслужим это своим незначительным каким-то делом, да, как чаша холодной воды, но потому, что Божья благодать оценивает это как производную нашей веры, как производную наше послушание. То есть это следствие нашей веры. Должны ли мы делать добро другим людям? Просто другим людям? Ну, конечно же, должны однозначно. Послание Галатам, 6 глава, 9-10 стихи говорит, делай добро, да не унываем, ибо свое время пожнем, если не ослабеем. И тогда, коли есть время, будем делать добро всем, пишет апостол Павел, да, но наипаче, да, или больше всего своим поверье. В послании Кефесянам, 2 главе, 10 стихе мы читаем, апостол Павел пишет, ибо мы, его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Но, друзья, в чем же соблазн здесь? Что же здесь такого? В чем же проблема, о которой говорит здесь Христос? Вы знаете, как часто христиане впадают соблазн бездействия по отношению к своим братьям и сестрам? Мы готовы идти помогать бедным, мы готовы идти кормить бездомных, мы готовы идти помогать нищим и остальным людям, и это все нормально. Может быть, этому всему есть место, но наши добрые дела должны светить таким образом, чтобы мы не только помогали людям, которые вокруг нас, нам очень часто, и я в это слово «нам» включаю самого себя, иногда нам может быть гораздо сложнее помочь какому-то бедному или одному из братьев или сестер. Мы готовы пожертвовать многим ради незнакомого, но очень часто можем быть не готовы жертвовать чем-то ради своих поверья. Почему? Почему такое может происходить? Как такое может происходить? Друзья, знаете, что происходит? Зачастую мы можем слишком хорошо знать тех людей, которые здесь с нами. Мы можем их слишком хорошо знать и хорошо знать их характер, хорошо знать все их я называю, шипы, которые торчат у каждого из нас, которые Бог постоянно обрабатывает, но мы можем это все знать и видеть, и очень часто мы подходим к человеку, который в церкви, и, зная его, нам гораздо проще пойти и сделать добро какому-то человеку абсолютно незнакомому, потому что мы не знаем, как он живет, что он делает, каким образом он поступает, а вот этот человек я знаю, а вот здесь он так вот поступил, а здесь он вот так вот поступил. Но Христос говорит, что именно такое служение своим по вере достойно награды. Поэтому я хочу сказать, давайте не будем впадать вот в этот соблазн и становиться бездейственными по отношению к своим братьям и сестрам. Пусть никто никогда не говорит, ну а что я могу сделать, ну я вообще, у меня ничего такого нету особенного. Нет, Христос говорит, даже такое маленькое дело, как чаша холодной воды. В чашах холодной воды для его детей во имя его будет обязательно отмечено Богом. Поэтому я уверен, что каждый из нас в какой-то мере, даже если вы просто можете молиться о ком-то, просто молиться о ком-то, это уже огромное дело. Если вы что-то можете сделать своим братьям и сестрам по вере, Бог обязательно это оценит. Иногда от нас будет просто требоваться какая-то жертва, где-то, может быть, нам нужно будет пожертвовать своим комфортом, где-то своими правами, где-то своей свободой, но это действие, которое мы можем сделать ради своих по вере. Итак, мы с вами посмотрели, что есть как минимум два соблазна, о которых здесь Христос говорил. Христос говорит, что есть соблазн исключительности, есть также соблазн бездействия. Но Христос продолжает и говорит о третьем соблазне, это соблазн плоти. Соблазн плоти. Посмотрите снова на 43 стихи и далее. Говорит, Христос говорит, если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает, огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее, лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть вверженным в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает, огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть вверженную в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Не знаю, заметили вы или нет, но читая эти стихи, вы видите, что соблазнение в плоти на самом деле может быть абсолютно во всем, что ты делаешь, везде, куда ты ходишь, и во всем, что ты смотришь. Плоть нас может соблазнять абсолютно со всех сторон. Именно поэтому Христос говорит, что тебя может соблазнять рука или то, что ты делаешь. Тебя может соблазнять нога или то, куда ты ходишь. Или тебя может соблазнять твой глаз или то, что ты смотришь, или куда ты смотришь. Но что меня поражает больше всего? Вот в этих словах Христа, это насколько радикальными должны быть действия по отношению к тому, что нас соблазняет. Если здесь Иисус говорит о соблазне плоти, то мы, конечно же, понимаем, что нужно осеть то, что тебя соблазняет. И я надеюсь, вы понимаете, что Христос не говорит буквально, возьмите и отрежьте себе руку, или там отрежьте себе ногу, вырвите себе глаз. Почему? Почему Христос не говорит буквально это сделать? Потому что буквально это проблему не решит. Вы можете себе отрезать руку, но соблазн останется с другой рукой. Вы можете себе вырвать глаз, но у вас останется один, второй глаз. Вы можете себе вырвать оба глаза, но у вас соблазн все равно останется, потому что проблема-то не в самих глазах, и не в руке, и не в ноге. Я всегда вспоминаю в этот момент Мартина Лютера. Помните Мартин Лютера? Кто, может быть, читал историю? Перед тем, как он покаялся, он стал монахом. Он стал монахом, и он постоянно осознавал вес своих грехов. Он постоянно понимал, насколько его плоть соблазняет. Для того, чтобы свою плоть побеждать, что он делал? Они использовали такие плетки. Они себя били. Когда какие-то соблазны появлялись, он начинал себя бить плеткой. Потом он стоял на коленях часами. Он поднимался по ступеням к церкви. Он все, что только возможно, делал, но он говорил, я не мог никаким образом избавиться от этого соблазна. Я себя бил плеткой до крови, но соблазн оставался во мне. Это не решало мою проблему. Почему? Да потому что в Марка 7 главе мы читаем, откуда проблема. Проблема 7 глава Марка 18 стих. Христос говорит, ничто из не входящего человека не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево и выходит вон, чем очищается всякая пища. Христос здесь говорит о еде. Но далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека, ибо из внутрь, из сердца человеческого исходит. Злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихаимство, злоба, коварство, непотребство, завистливого ока, богохульство, гордость, безумство. Христос говорит, все это из внутрь, все это зло изнутри исходит оскверняет человека. Человек оскверняется тем, что исходит из сердца. Именно сердце производит все эти греховные желания. И возвращаясь к 9 главе, к нашему тексту, мы видим, что Иисус говорит, что если плоть соблазняет тебя, то это, скорее всего, работа твоего сердца. Но что нужно сделать? Сердце каким образом поменять? Каким образом мы можем сделать, чтобы сердце не производило эти желания? Мы знаем, что только Бог может поменять сердце. Только Бог может его изменить и сделать способным видеть свою греховность. Но что, если Бог поменял мое сердце, а что дальше? А у меня все равно возникает соблазн. Мне все равно есть завистливое око, когда я смотрю на кого-то. Мне все равно хочется делать что-то неправильно, когда я что-то делаю. Что мне делать в этот момент? Здесь нужно подойти к тому, что говорит Христос. А что Христос буквально говорит? Он говорит, отсеки правую руку, правую ногу. Или он отсеки... У нас здесь не сказано конкретно правую, но в параллельном тексте Иоанна Геннадия он говорит правую. Правую руку, говорит, отсеки правую ногу. Почему? Потому что правая рука считалась основной. Всегда считалась основной. Он говорит, отсеки, что самое ценное для тебя. Отсеки то, что ты считаешь самым важным в своей жизни. Если это тебя соблазняет, отсеки это. Пусть это никогда не станет твоим соблазном. Он говорит, что человеку лучше войти в Божье Царствие у вечному. Или по-другому, лучше тебе войти в Божье Царствие без интернета, с более низкой зарплатой, в небольшом доме, но войти в Царствие Божие, нежели... У тебя будет все, и много денег, и уважения, и большой дом, и дорогая машина, и принятие в обществе, но при всем этом не будет Царствия Божия, не будет общения с Богом. И при этом ты будешь вверзан в гиену огненную, или по-другому в ад, где червь не умирает, и огонь не угасает. Хочу, кстати, немного сказать вот об этой гиене огненной. Иногда мы читаем, что это за гиена огненная. Не до конца можно понимать, что это такое. Интересно, что на юге Иерусалима есть долина, или она тогда называлась Долина Яномова, сейчас она называется Долина Кедрон, но Долина Яномова тогда она называлась, в которой нечестивые цари Ахайи, Монасии приносили детей в жертву Богу Молоху. Об этом написано в 4-й книге Царств, 16-21 главах, 2-й книге про Липоменон. Многие пророки, включая Иеремию, они осуждали это абсолютно безбожное действие нечестивых царей. И когда встал на их место Иосиф, благочестивый царь, в 4-й книге Царств, 23-й главе, мы читаем об этом, то он отменил все это. Он отменил все эти нечестивые практики, которые у них были. Он отменил все эти действия, все, что было связано с этой практикой, разрушил все эти нечестивые места и превратил эту долину Яномову в Иерусалимскую свалку. Это была свалка в прямом смысле ее слова. Туда сваливали все отходы, которые были в Иерусалиме. Туда стекала вся канализация. Там была огниющая еда. Огонь, который горел 24 часа в сутки. Вот эта вот смердящая свалка была там всю дорогу. Поэтому, когда назывались гиена огненная, то подразумевалась вот эта вот свалка, которая постоянно дымила, постоянно горела, постоянно вот этот смердел, вот этот запах. И она стала прообразом ада. Потому что ад никогда не угасает. Там постоянно червь написан, да, который тебя будет постоянно там мучить. Но самое главное, дорогие друзья, что мы видим из нашего текста, что соблазны плоти будут. Но горе тому, от кого они приходят. И горе тому, кто с ними не борется радикальными методами. Возможно, кто-то здесь спросит, ну, а как же сохранность спасения? Ну, а как же мы же читаем, что Бог доведет до конца? Ведь верующий не своими силами достигает небес. Однозначно. Это 100%. Но интересно, что происходит, если человек живет в постоянном грехе? Если человек живет в грехе и не раскаивается. Если человек в какой-то момент поддался своим соблазнам и просто живет так, и ничего не меняется в его жизни. Скорее всего, об этом человеке можно сказать, что он либо настолько закостенел в своем грехе, что он уже не слышит Духа Святого, либо этот человек вообще никогда не был рожденным свыше. Тот человек, который грешит и не раскаивается, скорее всего, Бог будет работать с ним так, что он может его забрать с земли. Об этом мы читаем в 1 Коринфянам 11 главе. Те, кто живут и грешат, Господь их забирает. Он говорит, многие из вас больны и немало умирают. Но борьба – это признак духовной жизни. Интересно, как апостол Павел пишет об этом в 1 Коринфянам 9 главе о себе. 1 Коринфянам 9, 26. Павел пишет, и потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое. Он говорит, я усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим. Интересно, апостол Павел был величайшим апостолом, проповедником. Он основывал церковь. Он говорит, но я что делал, чтобы проповедуя другим самому не остаться недостойным. В Послании к филиппийцам 4 главе 8 стихе апостол Павел пишет, «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель похвала, о том помышляйте, постоянно заменяйте греховные мысли праведными мыслями Писания». И всегда вспоминайте 42 стих, друзья. 42 стих – это ключевой стих всего нашего текста. Он говорит, а кто соблазнит одного из малых стих верующих в меня? Тому лучше было бы. Лучше было бы. С жерном пойти на дно морское. Очень серьезное напоминание. Есть еще один. Еще один соблазн, о котором Христос здесь говорит. И мы уже с вами посмотрели, что есть соблазн исключительности, есть соблазн бездействия, есть соблазн плоти однозначно. Но есть еще один последний соблазн – это соблазн безразличия. Давайте посмотрим с вами на 49 и 50 стихи. И здесь Христос говорит, «Ты бы всяким огнем осолиться, и всякая жертва солью осолиться». Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? «Имейте в себе соль, и мир имейте между собой». Скажу вам честно, дорогие друзья, эти стихи вызывали у меня очень много вопросов, когда я их разбирал. И не только у меня. На самом деле это два, наверное, таких, одни из самых трудных стихов для толкования в Новом Завете. Вообще этот текст уникален во всем Новом Завете. Но о чем же здесь Христос говорит? На первый взгляд кажется, что эти стихи как будто бы совсем оторваны от того, что Христос говорил до этого. То есть сначала Христос говорил, что ученики, вы должны быть внимательны к тому, как вы относитесь к другим верующим. Потом он говорит о том, чтобы быть внимательны, как вы служите другим верующим. Потом вы должны быть внимательны к себе, о том, что возникает у вас, какие соблазны есть в вашей жизни. А что же здесь? О чем здесь Христос говорит? Какая-то жертва, соль. Мы-то понимаем, что когда Христос говорил эти слова, то они не были вдруг неожиданно, вдруг раз, ниоткуда он сказал эти слова. Нет. Он говорил все в контексте. И он связывал это с предыдущим текстом. И это все еще идет объяснение урока соблазна. Но посмотрите на вывод, который Христос сделал в самом конце. Он говорит, «Имейте в себе соль и мир имейте между собою». То есть, все, что Христос здесь говорил, он подводит вывод, как раз вот этот вывод, что «имейте в себе соль и мир». О какой соли здесь Христос говорит? В Ветхом Завете, в книге Левитова, 2 главе, в 13 стихе мы читаем интересный такой текст. «Всякое приношение Твое хлебное соли солью и не оставляй жертвы Твоей без соли завета Бога Твоего. При всяком приношении Твоем приноси соль». Интересно, что всякое хлебное приношение должно быть посолено или оссолено. И в этом месте соль символизирует Божьи обещания, Божий завет. Как раз он говорит, да, приношение Твоего хлебное соли солью не оставляй без соли завета Бога Твоего. То есть, соль символизирует завет Бога с народом. И оно также символизирует полную посвященность, потому что хлебное приношение это одно из приношений, которое должно было сжигаем быть полностью. Как раз здесь Христос говорит, всякий огнем осолится, всякая жертва соли осолится. То есть, как бы, вся жертва должна, вот эта соленая жертва должна была быть сжигаема полностью, не оставаться. То есть, оно опять же символизировало полную посвященность человека, который приносил эту жертву Богу, полную посвященность Богу во всем. В нашем тексте Христос говорит, что есть соль, которая имеет определенное значение в Ветхом Завете, вот эта вот жертва хлебная с солью. Но мы знаем из другого текста, что Христос сказал, что сами ученики теперь соль. Интересно, в Матфея 5 главе, в 13 стихе Христос говорит, вы, вы верующие, соль земли. Вы знаете, соль на тот момент была единственным средством сохранения продуктов. Не было холодильников, не было никаких других химикатов для того, чтобы сохранить продукты. И для сохранения использовалась соль. Чтобы каким-то образом продукты могли храниться какое-то время, нужна была соль. И также и здесь Христос говорит, что как раньше соли, помимо обычного применения, было применение в жертвах, как символ Божьего Завета, это как символ обещания, верности, так и сейчас Христос говорит, вы соль земли. Вы те, кто должны идти в этот мир и сохранять его от разложения. Именно поэтому Христос говорит, имейте в себе соль. Имейте в себе соль. Друзья, как часто христиане склонны впадать в соблазн безразличия к этому миру? Довольно-таки интересно, но мы как раз с вами сегодня об этом молились. Молились о том, чтобы нам не стать безразличными к этому миру. Чтобы наше сердце было чутким к тому, что происходит вокруг нас. Чтобы мы замечали неверующих людей, которые вокруг нас. Потому что так часто христиане могут смотреть на этот мир, как пастор Алексей сегодня сказал, они могут впадать в крайность либо уныния, говорить, что происходит, все пропало, либо они могут впадать вот в это полное безразличие, говорить, а, живите как хотите. Ваше дело там, как вы поступаете, что вы делаете, меня это не волнует. Но нас должно волновать, что происходит. Нас должно волновать, что наша страна, которая когда-то была основана христианами или хотя бы на христианских принципах, теперь послеместно принимает однополые браки и все остальное, связанное с этим и с остальным. Нас должно это волновать. Мы не должны говорить, что а, неважно, в кого ты веришь, лишь бы верил, не мешал мне жить. Нет, на самом деле это страшно, когда мы видим погибающих людей, но это нас не волнует. Нас должно это волновать. Мы не должны просто говорить, ну, мне хорошо, где я нахожусь. Я сижу, меня никто не беспокоит. Живу, хожу в церковь, церковь у нас замечательная, могу общаться с верующими людьми, все хорошо. Зачем мне еще о чем-то переживать? Но нет. Это страшное состояние, это тот соблазн, та ловушка, в которую многие христиане сегодня попались. Вспомните Уильяма Тиндейла, о котором я сказал в самом начале. Уильям Тиндейл готов был отдать свою жизнь. Когда ему говорили, ну, что ты делаешь, Уильям, зачем тебе это нужно? Ну, тебя же, тебя же будут судить, тебя же потом либо просто сожгут на костре, либо рассмут, что с тобой делать? Зачем тебе это нужно? Но он понимал, что им нужно. Ему нужно это. Он хотел, чтобы люди, которые вокруг него могли просто читать Писание, чтобы могли познавать Евангелие. Он переживал об этом. И Христос говорит, имейте в себе соль. Будьте готовы показать этому миру настоящий свет. Но он говорит, и так же имейте мир. А при чем тут мир? Зачем мир? На самом деле, мир это еще один способ защитить общество от разложения. Когда люди будут смотреть на церковь, когда люди будут смотреть на верующих людей и говорить, эти люди другие, эти люди поступают по-другому. Естественно, что Христос в Евангелии от Иоанна в 13 главе в 35 стихе говорит, потому знают все, что вы мои ученики. Почему? Если будете иметь любовь между собою, любовь, мир между собою. Друзья, нас подстерегает довольно-таки много соблазнов. Как мы сказали, есть соблазн исключительности. Сказать, что только я прав, только я все знаю хорошо, только у меня самое правильное понимание. Есть соблазн бездействия, когда мы видим какую-то нужду, но при этом говорим, «А, я знаю этого человека, он сейчас возьмет мои или какие-то средства, или еще что-то, но я знаю этого человека, он неправильно этим воспользуется». Нет, я не буду ему помогать. Не буду. Есть другой соблазн. Соблазны плоти, которые постоянно могут атаковать нас, но также есть соблазн безразличия, о котором Христос говорит в конце, когда он говорит, что соль добрая вещь, но ежели не солона будет, чем вы ее поправите? То есть, если мы перестаем быть солью, что с такой солью нужно делать? Такую соль просто выкидывают на землю, просто выбрасывается, она ни к чему уже больше не годна. Зачем такая соль, которая ни к чему? То есть, если мы, как крестьяне, перестаем быть солью для этого мира, какая цель наша тогда здесь на земле? Просто жить и радовать друг друга, веселить друг друга или еще что-то? И, конечно же, я понимаю, что очень много разных соблазнов, и в конце у меня остается только один вопрос. Вопрос, а как же противостоять этим соблазнам? Вот смотрите, Христос очень четко и ясно сказал, если вы становитесь соблазном для кого-то, это страшно, это страшно, потому что Христос будет спрашивать, потому что Бог будет спрашивать с нас за это. Если я соблазняюсь, это тоже плохо, это тоже страшно, потому что если я соблазняюсь постоянно в чем-то, это говорит о том, что в моем сердце что-то не так. Но как же противостоять соблазнам? Ведь мы же понимаем, что даже те соблазны, которые Христос перечислил, это не все соблазны, которые могут быть в нашей жизни. Конечно же, они, может быть, покрывают большую часть тех соблазнов, но может быть куча других соблазнов, преткновений для других людей. Ну, во-первых, я хочу снова повторить вот эту мысль. Во-первых, нужно понять, что человеку, сердце которого не было изменено Богом, просто невозможно противостоять соблазнам. Мы же с вами читали с 7 главы Евангелия от Марка, да, что все нечистое, что все страшное, все это исходит из сердца. Это проблема сердца, и изменить ее внешними методами просто невозможно. Вы можете пытаться поставить человека в какие-то рамки, вы можете пытаться научить его внешнему какому-то хорошему поведению, но внутри-то все остается то же самое, и все это нечисто будет исходить из сердца. Нужна операция, которую может сделать только сам Господь. только Он сможет заменить это сердце, только Он сможет дать сердце, которое будет видеть греховное падшее состояние. Поэтому всем, кто еще не знает Христа лично, и я уверен, что у нас есть такие люди здесь сегодня, кто еще не знает Христа лично, я должен сказать, что вам, прежде всего, друзья, прежде чем вы пойдете и будете бороться с какими-то соблазнами или пытаться перестать быть соблазнами для кого-то, вам нужно прежде всего обратиться ко Христу лично. Только тогда можно идти и двигаться к следующим шагам. И это относится абсолютно к каждому человеку, который еще не знает Христа лично, который еще не доверил своего жизнь Христу. Но что же делать тем, кто уже обратился ко Христу, кто уже знает Христа как личного спасителя, как не быть соблазном или как самому не соблазняться, ну, как мы уже сказали, да, то есть соблазном можно быть абсолютно в разных обстоятельствах, в разных условиях или соблазняться можно тоже абсолютно по-разному. Вы знаете, описание говорит об этом довольно-таки много. Писание говорит довольно-таки много о том, как не стать соблазном. Но я хочу привести только одно место, которое дает нам замечательные принципы в отношении соблазнов. Это послание к Римлянам, 14 глава. Послание к Римлянам, 14 глава. Я хочу прочитать несколько стихов из этой главы. 14 глава, с 5 стиха. Мы читаем такие слова. «Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне рано. Всякий, поступая по удостоверению своего ума, кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога». Дальше, с 12 стиха. «Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судить о том, как бы не подавать брату случай к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. «Не губи твоей пищей того, за кого Христос умер». Или буквально «Не становись соблазном, да не хулиться ваше доброе имя, да не хулиться ваше доброе, ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». И дальше, с 20 стиха еще немного. «Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. лучше не есть мясо, не пить вина, не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется или изнемогает. Ты имеешь веру, имея ее сам себе пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не поверя, а все, что не поверя, грех». Дорогие друзья, из этого текста можно сделать два вывода. Два основных вывода. которые помогут нам не соблазняться и не становиться соблазном для других людей. Или которые помогут нам, по крайней мере, не стать соблазном для других людей. Во-первых, все, что апостол Павел пишет, он говорит, что у каждого из нас есть совесть. Совесть, которую Бог вложил в нас. И совесть – это замечательный инструмент. Совесть Бог дал нам, чтобы она либо оправдывала наши действия, либо осуждала наши действия. Так вот, первый вывод, который мы можем сделать из стихов, которые мы с вами прочитали, то, что нам нужно быть очень внимательны к братьям и сестрам, которые рядом с нами. Чтобы никакие наши действия не послужили соблазном для них. Да, возможно, ты свободен делать что-то, но если ты видишь человека, который через это может соблазниться, лучше не делать. Павел говорит, я лучше мясо не буду есть никогда. Если кто-то соблазнится через то, что я ем мясо, он говорит, я лучше его никогда не буду есть. Зачем? Зачем служить преткновением? Потому что Христос сказал, если ты станешь соблазном для кого-то, это очень плохо. Бог с тобой будет работать. Но если второй очень важный вывод, если первый мы говорим, как не становиться соблазном, то есть нужно быть внимательным, но второй очень вывод, всегда следи, на что настроена твоя совесть. Потому что неверно настроенная совесть будет считать грехом то, что Писание не называет грехом, и наоборот может легко принимать то, что Писание называет грехом. Совесть должна настраиваться. Бог дал нам замечательный инструмент, как я сказал, да, совесть. Но совесть, она настраивается. На что вы настраиваете свою совесть? Совесть должна настроиться на Слово Божие. Слово Божие должно настраивать наши чувства и наши действия. Почему я делаю то, что я делаю? Бог говорит через Своё Слово, и Бог может настраивать нашу совесть. Дорогие друзья, это такой важный урок, который я для себя очень и очень часто пытаюсь повторять. Постоянно смотрю, а где я могу становиться соблазном для другого? А в чём я могу стать преткновением для другого человека? Как мне поступить так, чтобы не сделать, чтобы стать соблазном для другого человека? Ну и, конечно же, важнейший урок настраивать свою совесть, друзья. Пусть совесть всегда будет настроена на Слово Божие, чтобы Слово Божие действительно управляло нашей жизнью, нашими желаниями, нашими действиями. Аминь. Давайте помолимся, дорогие друзья. Господь наш дорогой, мы благодарим тебя за то, что сегодня через Слово Своё ты ещё раз говоришь нам, насколько мы должны серьёзно подходить к различного рода соблазнам, которые могут возникать в жизни. И особенно, насколько серьёзно мы должны подходить к тому, чтобы нам самим не стать соблазном для кого-то. Ты снова и снова через Слово Своё повторяешь нам, что соблазны будут в этом мире. Они придут обязательно. И я уверен, что каждый из нас постоянно встречается с различного рода соблазнами в этой жизни. Но он говорит, горе тому человеку, через которого приходят эти соблазны. И я очень прошу, Господь, чтобы Ты сохранил каждого из нас, чтобы мы не стали людьми, которые были бы соблазном для другого человека. Господь, пожалуйста, работай в нашем сердце. Сохрани нас от любого соблазна исключительности. Сохрани нас от любого соблазна бездействия, особенного бездействия по отношению к нашим близким, братьям и сестрам. Храни, Господь, пожалуйста. Сохрани нас от любого соблазна плоти, Господь, хотя мы знаем, что плоть постоянно восстает, и сатана восстает через плоть, но мы просим, Господь, помоги, если мы видим, что что-то соблазняет нас, принимать очень радикальные меры по отношению к этому соблазну. Помоги убирать то, что нам кажется очень ценным и важным в нашем жизни, что нам кажется, без чего мы не можем жить. Но если это служит действительно соблазном для нас, Господь, помоги нам убирать это из своей жизни радикально и полностью. И особенно прошу, Господь, помоги, чтобы у нас никогда не возникло вот этого соблазна безразличия. Безразличия к тому миру, который вокруг нас. Безразличия к их погибшему состоянию. Безразличия к тому, что тысячи, десятки, тысячи, миллионы людей умирают, идут в ад, и они не знают вести спасения Господь. Помоги нам иметь ту соль, помоги нам иметь тот мир, который мы могли бы донести до людей вокруг нас, и чтобы люди, действительно, слыша нас и видя нас, могли приходить к Тебе, чтобы Ты менял их сердце, чтобы Ты давал им сердце, способное видеть свое греховное состояние. Приносим это все Тебе, Господь наш, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.